Казахстан Руководимый одним первым президентом, елбасы нашим, лидером нации и действующим президентом. Так что все успехи 20-летнего своего успешного пути народ Казахстана связывает своим лидером нации. И вот сегодня мы как-то подводим итоги пройденного пути в день первого президента и, естественно, делаем еще раз оценку нашему первому руководителю. Так сложилась моя судьба, что все эти 20 лет я работал в команде президента и в первые годы независимого Казахстана был депутатом парламента, а в то время первого профессионального Верховного Совета Республики Казахстан. И задача стояла перед всеми нами в начале пути создать правовую базу. То есть, образно говоря, мы стояли в снежной пустыне степи и думали, в какую сторону, какой вектор движения выбрать нам. И нам его выбрал наш первый руководитель. И вот важность и значимость президента состоит еще в том, что он, как политический лидер, как прозорливый стратег своим, может быть, внутренним интуитивным чувством именно выбрал правильный путь. То есть, на этом снежном поле движения обозначили мы своими следами, были какие-то отклонения, были моменты, когда мы по принципу проб и ошибок шли, но этот вектор, в принципе, был выверен правильно, и о чем подтверждает сегодня результаты всех достижений Казахстана. Но при всем этом, я как политолог, как государственник, не побоюсь этого слова сказать, хочу сказать, что главная заслуга нашего президента, лидера нации, состоит в его феномене. Феномен Назарбаева состоит в том, что он сумел сохранить в казахстанцах чувство единой гражданственности, чувство единой родины, провел бескровно, мирно все процессы демократизации, а значит, сохранил мир, гражданский мир и межнациональное согласие. Это самое главное, что он сделал на протяжении 20 лет.